Виктор Иванович Галко Все получилось хорошо, но тем не менее мы такую передвижку сделали, его заменяли и кое-какие изменения в расписании у нас будут. Они сводятся к тому, чтобы переставить некоторые занятия, в том числе то занятие, которое я должен был проводить позже с вами, посвященное диалектике, я проведу раньше. В этом есть свой плюс. Чем раньше мы будем знать диалектику, тем легче нам будет изучать другие предметы. Сегодня наша тема – это взаимосвязь категории вытия в науке логики Гегеля. Самое интересное и самое главное в этом изучении, в том изучении наук и логики, которое надо осуществлять, это попытка категории выводить, а не запоминать. Вот если я начну запоминать за какой категории, какая идет, то что для этого нужно сделать? Для этого читать не надо. Что надо делать? Открыть оглавление. И там как раз все по порядку, все категории разложено. И там видно, что сначала идет такой большой раздел книги первой о бытии, которая называется «Бытие». Второй раздел называется «Качество», второй раздел называется «Количество», и третий раздел называется «Мера». И, собственно говоря, вот и все. Мы с вами, если мы будем заниматься перечислением категории, то мы уже все изучили. В категории сфера бытия. В то же время вы обратите внимание, что все у Гегеля, все построение троичное. Значит, если мы теперь возьмем первый раздел «Качество», то в нем-то тоже три раздела. И так, так сказать, по всей книге. А в книге в целом всего два тома, но книги три в целом в науке логии. Какое? Учение о бытии, учение о сущности и учение о понятии. Вот я должен буду прочитать еще, кроме этой лекции, которая у нас сегодня, лекцию, посвященную сущности, категориям сущности, и лекцию, посвященную категориям понятия. Сегодня мы будем заниматься категориями сферы бытия. Ну, я уже говорил, здесь очень, так сказать, обозначить разделы легко, качество, количество, мера, и мы приступаем к первому разделу. И самое главное, что нам нужно сделать, следить за движением понятий. Вот что самое главное, самое интересное во всем этом изучении и самое нужное. Потому что вопрос не в запоминании, что за чем идет, а вопрос в умении, обдумывая категорию, вот ту, которую вы рассматриваете, разглядываете умственным взором, сделать вытекающие отсюда выводы. И, соответственно, совершить в своей голове тот переход, который у Гегеля намечен в книге. Дело в том, что этот переход по замыслу Гегеля и по смыслу вообще понятий, он совершается именно с учетом того, какое содержание есть у того понятия, которое вы берете. И если это содержание понимаете и делаете выводы из этого рассмотрения, то вы, само собой, будете переходить к следующей категории. Итак, начнем с чего? Ну, некоторые люди говорят, надо начинать сначала, вот, а начало какое? Начать надо с того, что есть. Ну, нельзя же начинать с того, чего нет. Поэтому самое простое, естественное начало, начнем с того, что есть, значит, первая категория наук и логики, что? Бы-ти-е. Встает вопрос. Как только мы что-то вот получили, а мы уже получили, додумались до того, как называются первые категории науки и логики, мы начинаем обдумывать ее. Как только вы ее обдумываете, вы должны для себя ответить на вопрос, это какое бытие? Это бытие, о котором еще ничего нельзя сказать, еще вы ничего не успели сказать, ничего не успели сформулировать, и ничего не успели обдумать, кроме того, что оно есть. То есть, это чистое бытие. То есть, первой категорией диалектики является не просто бытие, а чистое бытие. Ну, иногда люди говорят, как трудно это усвоить. Ну, уже проще ничего нет на свете. Ну, нет на свете ничего более простого, чем чистое бытие. Вы все знаете о чистом бытие? Я знаю, что оно есть. Ну, все. Все. Больше ничего и не требуется. Отлично. Садитесь. Красота. Да. А вот теперь мы должны умственным взором посмотреть на это чистое бытие и сказать, а что мы еще об этом можем сказать. А мы можем об этом сказать, что больше нечего о нем сказать, как о бытии. Так? Раз вы уже все сказали, что можно еще к этому добавить? Ничего нельзя добавить. Значит, нечего сказать, кроме того, что оно есть. Значит, раз нечего сказать, то, следовательно, вы обратите внимание на формулировку «нечего», прозвучало «ничто». Значит, состоялся в нашей голове, в нашем мышлении, в нашем рассуждении переход в чистого бытия, в ничто. Какое? Ну, точно такое, это такое же свободное от всяких определенностей, которые характеризуют чистое бытие. То есть, состоялся переход чистого бытия в чистое ничто. В чем состоит диалектический метод? Вот то, что получили, то и изучайте. Никаких скачков такого типа. А теперь давайте поговорим об этом. Что это за то? Это не логика. Это называется грубый произвол. Мало ли о чем вы хотите, или я о чем-то хочу поговорить. А вы должны двигаться в соответствии с тем, какое содержание имеет то, что вы разглядываете умственным взором. Что мы сейчас разглядываем? Чистое бытие. Ой, простите, чистое ничто. Да, совершенно вы правы, я не прав. Чистое ничто. Раз мы разглядываем чистое ничто, мы его разглядываем, значит оно есть. Но раз оно есть, значит оно перешло. Бытие. И что тогда получилось бесконечный переход с одного в другое. Не совсем так. Если у нас сначала было чистое бытие, самое первое, непосредственное. А теперь у нас бытие, которое получилось из ничто. Поэтому чистым его уже назвать никак нельзя. Правильно? Поэтому чистое ничто переходит в бытие. А бытие, соответственно, переходит уже теперь в ничто. И уже нельзя говорить, что это чистое бытие, что это чистое ничто. А есть бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. Вот на этом я остановился бы и сказал, что это великое достижение после Гераклита, который до этого не дошел. Философское достижение. Если люди усвоили бы только это, из всей науки логики, они очень сильно продвинулись бы в своем развитии. Почему? Потому что всякое... Это о чем говорит? Что все, что есть, приходящее. Переход бытия в ничто называется прихождением. Все приходящее. Переход ничто в бытие как называется? Возникновением. Возникновением. Вот видите, как много мы уже знаем. С ума сойти уже. Четыре категории. Даже больше. Чистое бытие, чистое ничто. Бытие, ничто. Возникновение и прихождение. Короче говоря, что у нас перед нашим взором? Нет у нас отдельно бытия, нет отдельно ничто. А есть лишь движение одного, превращение одного в другое. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, нет бытия, нет ничто. А есть лишь что? Вот это движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот обратите внимание, что если бы, скажем, мы занимались математикой, то мы сделали бы так. Запишите определение. Число А называется пределом, последовательность Х, и так далее. То есть сначала мы бы дали определение, а потом мы стали разбираться, что это такое. Здесь не так. Здесь как в жизни. Сначала что-то появляется, тогда его называют. А если оно не появляется, не надо его и называть. А что его называть, если его нет? То есть то, что появляется, то и называем. Значит, движение, исчезновение, ничто в бытие, а бытие в ничто. Вы увидели все? Кто не увидел движение, исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытие? Это же главная категория, которую, конечно, так Гераклит сформулировать не мог, и он, конечно, не так сформулировал, как некоторые говорят, что все течет, и все. Это сантехники могут сказать, если зашли к вам в квартиру, что у вас все течет, потому что Гераклит мог сказать только и то, и другое, что с одной стороны все изменяется, а с другой стороны все остается тем же самым. Поэтому не только надо говорить, что нельзя два раза войти в одну и ту же реку, но надо еще сказать прямо противоположное утверждение, что только в одну и ту же реку можно войти в два раза. А если у нас есть Нева, а есть Охта, какой смысл разговаривать о том, что один раз вошел в Невод, другой раз в Охт, и что, и ничего. То есть весь смысл этого Гераклитовского утверждения в том, что оно двойное, что и можно в одну и ту же реку войти, например, в Невод вы входите в районе Петропавловской крепости, и видите, что вода течет, и, между прочим, песчинки передвигаются. Если песчинки передвигаются, берег же меняется, но река же другая стала при вас. Вот пока вы смотрите, она уже другая. А что, от того, что она стала другая, что она не осталась Невой? Осталась. Или после того, как сделали гранитные, так сказать, ограждения, что она перестала быть Невой? Это другая река. Другая. В том смысле, что она выглядит по-другому. Но это та же самая Нева. То есть мы с самого начала начинаем приучаться, и поэтому и так важно, когда вы делаете гимнастику, прежде чем участвовать в спортивных соревнованиях, или, скажем, поднимать что-то тяжелое, так точно так же и здесь. Надо на этом потренироваться. На том, что надо потренироваться, формулировать прямо противоположные утверждения об одном и том же. Об одном и том же и прямо противоположные. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И вот такое движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии называется, и тут я сделаю остановку, и обращаю ваше внимание, что сначала мы увидели движение вот это, а потом уже его назвали. Так и с детьми сначала ребенок рождается, потом его называют. Иногда долго не называют, потому что идет большой спор между родителями, причем, так сказать, другие родители. В английском они звучат как grand fat and grand mother, то есть большая мама и большой папа, так они, раз ли они большие, так они тоже должны участвовать в том, как назвать grand dota или grand son. Так что идет большая дискуссия, а пока как-то, ай, ай, как называть? Никак. Ну, наконец, потом назвали. А таких случаев, чтобы вот назвали, а потом ребенок родился, ну, бывает, так сказать, как бы для себя люди, как бы для себя, но никто не ходит регистрировать имя до того, как человек родился. Правда? В жизни так и бывает сначала, в реальной жизни так и бывает, сначала что-то создается, а потом его называют. А если о чем-то, так сказать, болтает, чего нет, потом выясняется, что это пустая болтовня. Ну, вот, как называется такая категория движения и исчезновения, бытие в ничто, а ничто в бытии, становление, становление. Что нам дальше делать? А что нам делать? Разглядывать это умственным взором, это становление. Делать нам больше нечего. Мы никуда не отвлекаемся, ни на что. Ничего нам нет, так сказать. Нам не мешает. Ну, ничего и не помогает, кроме собственной головы. Руководствовать этим инструментом. Хотя некоторые сейчас преподносят искусственный интеллект, я непременно сказать, что если интеллект искусственный, то это не интеллект. Но это какое-то средство, которое люди применяют для решения каких-то своих проблем в умственной деятельности. Правильно? У них есть проблемы, они их решают. А если у вас, ну, вот, скажем, вы что хотите, если у вас случилось такое несчастье, как руки нет, ну, сделали протез. Так, а хотите протез вместо головы? Это же искусственный интеллект, правда ли, будет протез? Нет, как о нем так рассуждают, как будто это счастье великое. Так, ну, вот, ничто. Что мы должны фиксировать? В этом, в этой категории, разглядывая это ничто, что мы видим? А видим два противоположных движения в одном движении. Одно движение – переход ничто в бытие, а другое движение – переход бытия в ничто. По уже сложившейся у нас традиции, а у Гегеля это не просто традиция, это принцип, что сначала вы найдите, а потом назовите. А что вы называете, еще ничего не нашли? Вот мы уже нашли, как мы назовем переход ничто в бытие? Или как он называется в языке? Ведь Гегель, строя философскую систему, не идет против человеческого языка. Человеческого, я повторяю. Не против английского, или немецкого, или французского. Это не имеет значения, на каком языке это делается. На любом языке можно об этом говорить. Как назвать движение перехода в бытия в ничто? Как? Ну, было и не стало. Преохождение. Некоторые товарищи, которые смотрят в удаленном доступе, а мы все готовы, Красный университет больше подготовился к ковиду, чем все остальные, потому что у нас основная масса слушателей и зрителей, это люди, которые не здесь сидят, а сидят сейчас, или сейчас, или в другое время им удобно, и у компьютера и спокойно смотрят эти занятия. Так вот, все эти люди прекрасно понимают, что такое прихождение, но иногда неправильно пишут. Пишут прихождение, как будто кто-то приходит. Здесь же как раз наоборот, было и не стало, ушло. Поэтому это пишется, перехождение, переход, прехождение. Поскольку я много уже читал ответов на зачеты и на экзамены, вот я все необходимое на это обратить внимание, сколько товарищи имели в виду именно прихождение. Это более редкая, конечно, формулировка, да? Не часто говорят. Зато можно стать мудрецом. Допустим, кто из вас решил стать мудрецом, старцем таким? Вот я уже готов в старцы эти. Значит, поеду летом в какой-нибудь лес, сообщу, где я нахожусь, и пусть приходят слушатели Красного Аниверситета с вопросами. И вот они вот придут, я говорю, а как у вас дела? У нас то, то, это, то, это плохо, то у нас и болезни, и денег мало платят, и на работе неизвестно, удержишься или нет. А что я должен сказать, как философ? Это все приходящее. Все вам сказал. Вот вы дары оставили, и до следующего года, следующий год, вы приходите, опять Михаил Васильевич, вам спасибо, на работе меня не выгнали, зарплата выросла на 3 рубля, правда, цены на 4 выросли, еще больше. Вот, то есть, не заболел или не заболела. Так что спасибо, 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 спасибо. Что я должен ответить, как диалектик? Это все приходящее. То есть, больше в ней, чтобы считать себя, и числиться мудрецом, пустынником, старцем, больше ничего не надо знать. Так что считайте, что мы уже эту стадию с вами сейчас прошли. Так что, если кого-то откуда выгонят, или как-то не будет работать, то будем вот так за этим заработать. Но это же правильно, что все приходящее. Точно так же все правильно, что все находится в процессе возникновения. Правильно? Ну, знания, они же в процессе возникновения у вас находятся. Верно? Ваше, так сказать, образование в Красном университете, оно же находится в процессе возникновения. Правда? Не было и стало. Ну, идет этот процесс. Так что, ко всему, к чему это применимо, возникновение и приходение? Ко всему. Все можно рассматривать, как становление, и все можно сформулировать, как для любого предмета, для любого, что есть в жизни, реально. И то, что есть в нашем мозгу, можно сказать, что все находится в процессе возникновения и прихождения, все находится в становлении. Это же мудро. Это очень мало кто знает, к сожалению. Меньшинство народу, земли. Меньшинство. Они говорят, или это есть, или это нет. А вот такого, чтобы оно находилось в процессе возникновения или прихождения, нет. Вопрос? Да. А что тогда сознание может быть в прихождении в процессе? Конечно. Забыл или так? Бывает. А вы подумайте, может, вспомните. А можно добавить? Там просто в мозгу считается сейчас такая теория научная, что происходит, маркогенез называется. То есть, когда вы думаете, у вас отрастают связи, и в это же время стали связи. Да. Сюда люди специально пришли, чтобы у них все это в мозгу формировалось, чтобы в целях продления своей жизни. Вот, имейте в виду. Так что, если кто интересуется, а какой смысл изучения, а чтобы жизнь продлить всем тем, кто этим занимается. Так. Ну, дальше пойдем. А дальше-то что? А дальше мы начинаем изучать что? Становлять. Ну, становлять, что мы можем изучать. То, что получили, то изучаем. И что мы обнаруживаем? Давайте вспоминать. Становление есть благодаря разности, вытияя ничто. Здесь слово «разность» надо понимать не как в математике, что от пяти отнять три, «разность» равно «двум». А вы понимаете, в том смысле, что мы с вами разные люди. Согласен? Я не сказал «различные», потому что вы тогда потребуете указательное различие. А разные вы ничего не потребуете. Ну, разные мы и все. Ничего я плохого не сказал. Ни хорошего, кстати, тоже ничего не сказал. Мы с вами разные люди. Вы сказали, что мы люди. А? Вы мы люди. Ну, мы, да. Уже хорошо. Мы. Мы с вами разные. А с вами мы, да, вообще и разговора не имеем сейчас. Вот с ним. Чувствуете разницу? Тут все имеет смысл. Разные. То есть, становление есть благодаря разности, вытияя ничто. Благодаря тому, что они разные. Если бы они не были разные, какое могло бы быть становление? Никакого не могло бы быть становления. Становление есть благодаря разности. А становление, что мы состоим, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. То есть их разность в становлении исчезает. Давайте сделаем зато вывод. В становлении есть благодаря разности бытия ничто. Эта разность в становлении исчезает. Значит становление исчезает. И все добытое нашим сегодняшним умственным непосильным трудом, в том числе и трудом тех, кто сейчас здесь за столом не сидит, а сидит, так сказать, у себя за другим столом, за компьютером и смотрит. Все исчезает. Логично? Логично. Поэтому мы, так сказать, ну что получилось, то и получилось. Все это исчезло. Остается только узнать, что тогда получилось. Ну допустим, если костер горит, когда закончится, как горение костра. То есть исчезает костер, а что остается? Пепел. Ну пепел остается. Так же не бывает, что вот горело и ничего не осталось. А что тогда будут делать пожарные? Тем более, что будет делать полиция? Все будут следователи, которые будут изучать причины пожара. Они изучают по тому, что осталось. Поэтому что получилось в результате вот этого исчезновения. Но вот имею в виду, что исчезновения полного никогда нигде не бывает. Даже поэты говорят, нет, весь я не умру. Ну весь не умру. Ну что-то умрет, а что-то не умрет. Стихи не умрут точно. Если хороший поэт. Если плохой, умрут раньше, чем этот поэт. Так вот, да то есть они даже и жить-то не будут. Никто их брать не будет и читать. Короче говоря, получается, что какой-то результат есть этого исчезания, становления. А какой результат? Ну раз, давайте посмотрим на становление. Это было беспокойное единство, потеряние нищетов. Правильно? И оно исчезло. Если беспокойное единство исчезло, что тогда получилось? Во-первых, исчезло беспокойство, и исчезло единство. Согласны? Абсолютно. Абсолютно. Видите? Вот все относительно, а вот мы нашли абсолютную истину с товарищем. И никто не протестует. Значит, то есть то, что получилось в результате исчезания, становления. Ну раз оно что-то получилось, уже это не просто исчезание, а называется снятие становления. Снятие. Что значит снятие? Ну вот если ваш снимок сделать, сейчас достать их в фотоаппарат раз, то как бы тут нету в фотоаппарате у вас, а вообще то есть. Правда? Посмотрите, вот это вот. Есть же. А вот это разве не снятие? Меня прямо целиком передают сейчас, представляете? Так вот, по такому, по такому вот тониковому проводу, а потом дальше и без проводов. Страшное дело. Так это сейчас зябко, когда тебя передают, особенно по воздуху. Снятие. Снятие – это что? Сохранение, то есть удержание вместе с отрицанием, или отрицание с удержанием. Правильное определение снятия – это отрицание с удержанием. Почему? Потому что идет процесс отрицания, исчезает становление. Исчезает. Значит, это отрицание становления. Ну, а что-то тут удерживает. Сейчас мы разберемся, что удерживает. Что является отрицанием беспокойного единства? Кто догадается? Кто скажет? Беспокойное. Беспокойное. Беспокойное единство отрицаем. Беспокойство является спокойствие. Так что отрицаем беспокойное является что-то спокойнее. А что остается отрицанием единства? Вот можешь сказать? То не так просто. Потому что учитесь, вот человек быстренько сказал простое, а вам досталась сложная задача. Ну, пропустили, ну, тут соревнования же. так что отрицание виденства является ну не обязательно борьба тоже является отрицанием единство но чтобы так уж такой вид сразу схватились за борьбу противоречия очень много найти так единство это значит не одну не одну так хотя мы вот когда говорим единство это вот вроде бы как форма такая чтобы это что-то одно да ну вот можно сказать что вы едины с собой как-то довольно странного ли я вот сейчас меня трогать на единство со мной ну скажется надо или лекцию перестать слушать что-то что-то произошло ну как это единство то есть единство и смысл имеет хотя вид такой в языке что этот одно на самом деле единство единство это скате его отрицанием является просто простота простое а это сложная насчет а сложно если это единство чего-то но бывает единство партии народа и деса всех членов общества там единство всех трудящихся единство рабочего класса а единство самого собой то как странно то есть и единство говорят а у нас есть тут как раз две стороны бытие ничто а все у нас а это же исчезло становление исчезло нет больше бытия нет ничто а что есть а вот это вот что есть спокойное и простое что спокойное и простое а что спокойное и простое мы что есть будет е а правильно чего спрашиваете отвечаем я же профилежи что есть отчет от важно что есть жители очень легко отвечать надо просто привыкнуть к этому в этом люди думают этого очень сложный диалекспорт но это если от не привычки тут не понес swore думают может дурачат нас так очень очень просто получается что такое единство бытие и ничто но есть есть ну значит вот бытие значит есть бытие спокойное и простое вот что у нас получилось то есть в результате снятия становления получается спокойное и простое бытие ну можно дальше работать в логике когда там три слова но это невозможно с такими да спокойное и простое бытие ну как то давайте назовем или найдем языке как называется спокойное простое такое название гигель ставит ответы мы с вами не выдумываем не мы написали науку логики и не нам надо по этому поводу беспокоиться смотрим как он назвал это спокойное и простое как он назвал ну вот что на лично так наличное бытие не утаивайте пожалуйста а то вы знаете хотите от трудящихся удавить свои знания значит наличное бытие то есть то что есть на лицо а что вот этим словом говорится что есть на лицо у вас желудок на лицо что в наличии у вас и так вы держите его тут ужас какой и кишечник у вас в наличии тоже разве он на лицо вот на лицо это то на поверхности в языке он есть но не на лицо вот когда на лицо это уже надо скорую вызывать если кто еще скажет сразу вызываем скорую диана что у человека на лицо сердце выскочила как-то тряхнул а тут тонкая стенка была раз она тут и бьется это ужас на лицо вот когда с умным видом сидишь это знание же не на лицо правда вот так что название очень хорошее то есть на лицо просто бытие бытие на лицо а раз это слово говорится на лицо то имеется ввиду то что не на лицо если мы утверждаем слово на лицо значит есть что-то такое что не на лицо а что не на лицо а что у нас есть кроме бытия что мы еще знаем противоположность какая ничто значит есть ничто но но не на лицо то есть раз она не на лицо она значит в наличном высии согласны вот у вас желудок в вас согласно или будете спорить не будете пока ну ладно слава богу и сердце не на лицо и селезенка и печенка это долго рассказывать что не на лицо у нас и все это не на лицо а вот на лицо это лицо на лицо и прическа на лицо и руки вот на лицо и так далее то есть это выражение на лицо на личное бытие указывает что что то есть другое а что другое ничто значит ничто есть но она не на лицо вот какой нормальный вывод вас не удивляет что у вас есть желудок но его не видно не удивляет никого правда это нормально так вот есть ничто которое не на лицо сначала то было не на равных были бытие ничто ничто бытие переход бытия в ничто это что прихождение ничто бытие это возникновение а сейчас спокойное и простое бытие конечно другое а в чем его другость в том что оно в бытии мы не узнаем что оно там мы для себя туда не нас туда не подверстывайте это объективная логика вы тут будете мы тут не надо тут мы тут совсем ни при чем просто это бы это ничто в бытие вы отличаете ничто которое в бытие от свободного ничто которое на равных быть с бытием отличаете ну и все это другое ничто конечно это то ничто которое в личном бытие она не может не быть потому что она вот потому что это на личное бытие результат снятия чего ничто снятия ничто и что остановление становление снято а результат снятия становления вот такой но на лицо а только из становления только бытие ничто но в нем как еще сказать в нем вот если взять тот самый костер который догорел то если вы эти жгли костры от я думаю таких тут нет кто не любили все знают что значит огонь потухнет а сверху и пеплом будет покрыта и огня не видно огонь есть есть жар есть там есть но мне на лицо не на лицо ну а потом конечно и жар может потухнуть но мы до этого все не дошли у нас этот негасимый жар продолжается так вот только вы спросили меня это хороший вопрос но вы раз вы выяснили что это другое ничто так надо это ничто отличать от свободного ничто от такого которая на равных становлении но раз его надо его отличать как надо его назвать она где она в бытие но не бытие она в бытие но небытие короче короче небытие то есть небытие это название того ничто которое на личном бытие все внутренние органы которые я частично уже перечислил которые претендовали на то что они на лицо они все нормально находятся у нас на местах но они не на лицо и они в организме в а как узнать это внутренний орган или внутренний вот поверхность где у вас кожа поставьте точку как вот математически это было бы выражено так и сделайте окрестный шарик такой маленький если какие-то точки ну сказать одни у вас захватывает часть тела а другие воздух значит это у вас . на поверхности сколько бы вы не уменьшали этот шарик а если вы так может уменьшить что кругом только вы точки вашего тела и значит внутренняя точка а если вы у вас так можно уменьшить эту вот окрестность этой точки так чтобы был только воздух значит это вы вообще взяли не на поверхности над взяли вот и все короче говоря не будем путать теперь просто ничто у нас было чистое ничто потом просто ничто а теперь ничто которое в наличном бытии вот ничто в наличном бытии называется небытием так вот в гегеле и записано небытие принятое в бытие так что конкретное целое имеет форму бытия наличного бытия называется определенностью наличного бытия ну вот раз уж мы взялись вот с вами беседовать вот вы у вас такой серый свитер серый свитер у вас это вы вы не свитер нет хотя если бы в очереди стояли я за свитером стою за сером так говорят я за красной кофточкой вот то есть это не вы то есть это свитер ваше небытие не будете спорить или это ваше бытие то есть вы свитер ну слава богу а я думал искали я свитер чтобы не рассмотреть моего оно не моё небытие Оно ваше небытие. Вы-то не свитер. Ну и все. И свитер не вы. Свитер не вы, поэтому свитер это ваше небытие. То вот небытие, но это ваш же свитер, оно на вас сидит. Это ваша определенность. Небытие принятое в бытие. Принятое в бытие имеется ввиду, что вы, ну какой сюда пришли, таким он вас оберел. Если вы пришли в красные рубашоночки, мы так бы и говорили, а вы пришли в сером свитере. Так бы, если в красный сейчас бы Диана пошла и сразу показала. А в сером свитере чего могу показывать? Это чисто философский подход. Серым по-серому, с совами нерва она пишет свои письмена. Так говорят про философию вообще. Так что вы вполне соответствуете этому. Это ваша определенность. Ну или говорят человек умный. Ум — это человек? Ум — это человек? Нет, это не человек. Ум — это небытие человека. Небытие — это его небытие. Так что конкретное целое имеет форму этого человека. И раз это его определенность, то ее называют умный человек. Или высокий человек, или сильный человек. Правильно? Но сила человека — это человек? Нет. Не путать? Вот путались некоторые товарищи. Особенно, когда нужно было решить. Такие были три философа — Бюхнер, Коб и Малишотт. Они говорили, что мозг наш вырабатывает мысль, как печень вырабатывает желчи. Это вульгарные, так сказать, философы. Их раскритиковали последующие философы. В том числе и Ленин их раскритиковал в работе «Материализм, империатрогицизм». И сказал, что сознание — это не то, что в вас есть. Это свойство высокоорганизованной материи. Свойство человеческого мозга — сознание. Нет отдельного сознания от человека. Это не второе бытие. Точно так же и мысли — это тоже не второе. Мысли — это характеристика нашего сознания. Продукт чего? Мозга. Но это свойство высокоорганизованной материи — осознавать, познавать себя и материю в целом. Вот и всё. А в чём это свойство состоит? В отражении. А что значит отражение? А вот дайте мне мячик, я вот сейчас брошу вот в эту стенку, он отскочит. Отражение имеет место? Правильно? То есть реакция, то есть мозг наш реагирует. Если вы хотите свой портрет получить, вот дождик сейчас… сегодня шёл с утра, можно было выйти посмотреть на лужу, и вы увидели бы себя. И не надо никакого зеркала. Отражение. То есть отражение — это не только свойство человеческого мозга. Вся материя обладает свойством отражения. Ну вот, говорят, отразил атаку врага. Это тоже видит такое отражение. Правильно? Иногда говорят — это реакция мозга на раздражение. Но это уже ближе к медицинскому пониманию. А в философии говорят об отражении. Итак, что мы должны зафиксировать? Что вот это вот небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму вузья. Называется как? Определенностью наличного вузья. Определенностью наличного вузья. Не надо проглатывать куски. А то я попросил вам бутерброд с колбасой, а вы принесли мне кружок хлеба. Я говорю, во, Михаил Васильевич, так, а где эта колбаса? А где масло? Ну вы говорите, какое сейчас масло? У нас перестройка прошла. А колбасу, она же все равно не из мяса. Зачем вам это надо? И вот как-то так. Но деньги взяли себе. Я же вам на полноценный давал бутерброд, а вы мне принесли. Просто кусок хлеба. То есть никаких тут обрывков не должно быть. Если речь идет о определенности наличного бытия. Вот вы теперь знаете, что такое определенность наличного бытия? Знаете? Такую телегу возможно с лошадью, со всеми армонистами таскать. Определенность наличного бытия. Как сократить? Можно? Как называется определенность наличного бытия? Нечто. А? Нечто. Нет? Ну вы вперед смотрите. Вы вперед. Далеко впереди. Нам за вами идти, идти. Официально. Нет. Качественно. Нет. Учитесь. 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 Я специально его подготовил. Он отвечает. Если что-то трудности, я его спрашиваю. Но он правда сам больше подготовился, чем я. Но я его подготовил к тому, что он подготовлен должен быть. Он же понимает, что здесь будут спрашивать. Может быть такое. Он готов к тому, что будут спрашивать. Он на всякий случай придумал. Сейчас сказать. Качество. То есть качество, это что, если одно слово? Это что? Одно слово. Определенность. Определенность. Правильно. Качество, это определенность. Но не вообще навитает где-то это качество. А качество не бывает ничего. А качество бывает чего-то. Так вот, как, например, сознание. Это свойства человеческого мозга, а не вообще какое-то свойство. Это может быть свойство растений, свойство ядов. Это совсем другое дело. Значит, качество – это определенность наличного бытия. Вот что такое качество. Это надо запомнить. То есть по природе качество – это определенность. А когда вы ее взяли рассматривать, вот беда с этим рассмотрением, с нашим мозгом, как только я начинаю рассматривать, она превращается во что? В бытие. Да. Она в голове в это время берется как бытие. Вот качество берется как бытие. Вот качество, которое берется как бытие, надо и назвать. Чтобы сразу мы знали, что тут оно берется не так, как надо. А ничего не сделаешь. Вот я вот начал рассматривать его свитер, и все, уже он мне не нужен. А мне главный свитер. Как бы его заполучить? Вот я обдумываю это дело, а тут человек сидел. Все безразлично уже. То есть качество – это ваш рост. Я на вас смотрю, а меня интересует, какой у вас рост? Я думал, вы подумаете, какой у меня ума. А я думаю, какой у него рост? Что это? То есть это вот абстрагирование. Причем абстрагирование совершенно естественное. Потому что когда от чьих-то качеств заходит речь, то их отделяют от чего? От этого наличного бытия. Это же определенность наличного бытия, а их берут отдельно. Некоторые товарищи, могу сказать, вот костюм у меня есть. Забрать бы его, и было бы это тоже определенное наличное бытие у другого. У нас есть люди, которые даже промышляют, раньше было так. Подходит трое и говорит, не лучше ли вам раздеться? Он говорит, ну конечно лучше, это ясное дело. Но они с ножами. Так, значит, качество взятое как положительное вопреки своему смыслу. По смыслу это определенность же личного бытия, а определенность же это отрицание. Так вот, качество взятое как положительное. Я вам хороший вопрос приготовил, потому что сейчас вы покажете. Науку логики читать. Вы думали, что без лекции нельзя читать науку логики? Науку логики можно читать независимо от всяких лекций. Никаких запретов на чтение науки логики у нас нет. Так, товарищ специально отвернулся, чтобы я его не спросил. Я и не спрошу, я все понял. Кто скажет? Реальность. Учитесь, вот что у нас есть подготовка. Реальность. Я все больше начинаю думать, что я его подготовил. А он все больше начинает думать, что он сам покатался. Это не мешает нам вступать в диалог. Значит, реальность. А качество взятое как отрицание, как называться будет? Вам простой вопрос, по дружбе вы тут ближе всего сидите. Ни за что не догадаетесь. Проще уже не может быть. Качество взятое как отрицание. Это что? Можно я скажу? Отрицание. Такой вопрос вам загадываю. Ну, такой простой. Эх. Даже жалко. Отрицание. Как дальше идет? Реальность и отрицание. Все же двойное. Все нужно брать и так, и как бытие, и как ничто. Вот качество надо взять как положительное, то есть как бытие. Это реальность и отрицание. Теперь давайте рассмотрим эти два. Раз мы добрались, у нас теперь тут что-то нехорошо. Знаете, что у нас получилось? У нас есть наличное бытие. И его качество в виде реальности и отрицания три сразу. То есть у нас на столе мусора много. Не знаю как вам, мне три сразу мысли удержать тяжело в голове. Поэтому хочется их свернуть. Во что? Во что-то одно. Значит, ну как это делается? Давайте рассмотрим реальность. Реальность же, не отрицание. Значит, оно отрицание. Ну отрицание и отрицание. Реальность отрицания и отрицания нет. Значит, если оно отрицание и отрицание, то оно отрицание. То есть доказано то, что реальность и отрицание. А берем отрицание, оно же есть? Бытие. Ну раз бытие, значит оно реальность. Логично? Мы его взяли, а если я взял, какое же он уже отрицание? Если я взял то, что отрицал, ничего себе отрицание. Вместо того, чтобы выбросить, я взял и поднял, и притащил. Так это уже не отрицание. То есть реальность и отрицание – разность бытия. Разность реальности и отрицания снимается. Так реальность есть? Есть. Значит, оно на личное бытие. Или просто бытие. Ну какое? Сейчас уже на личное, сейчас на дворе. На личное бытие? На личное бытие. Значит, снято различие между реальностью и наличным бытием. Отрицание? Есть. Есть? Ну и снято различие между отрицанием и наличным бытием. Все отрицание, все различия сняты. А что тогда, что тогда получилось? Нет отдельно наличного бытия, нет отдельно отрицания, нет отдельной реальности, есть лишь определенное наличное бытие. Красота. Определенное наличное бытие. Что тут непонятного? Вот был свитер, вот был товарищ, отдельно свитер, отдельно товарищ, а теперь товарищ в свитере. Это определенное наличное бытие. Что тут непонятного? По-моему, проще уже не объяснить. Или вот товарищ в маске, отдельно маска, отдельно товарищ. Вот товарищ в маске, это определенное наличное бытие. А товарищ без маски, это тоже определенное. Определенное в том, что вам сказали, в маске вы без маски так это длинно очень определенное наличное бытие мы такие не принимаем для запоминания я не знаю я например не запомнил бы может вы запомнили по молодости да вы запомнили хорошо я не запомню такое и гегель не запомнил он говорит давайте назовем этого 3 определенные наличным тем зовем коротко как не зря и вот мотива свитер помогать танец и все только мозгом думает а он еще и светом побуждается сосредоточиться отвлекать ну вот нечто красота нечто теперь если вы где-то услышите нечто это что только какого расшифровывается определенное наличное бытие и еще даже он похитрее говорит он переход такой делает определенное наличное бытие наличное сущее или нечто то есть такое движение делает сначала укорачивать до двух слов наличное сущее можно так говорить сущее сущее это на какой вопрос отвечает какое и что правда например как в языке вы привезли раненых каких раненых кого раненых то есть и так и так может быть наличное сущее это есть определенное наличное бытие а еще короче нечто короче то есть ну как гегель не старается все для нас короче понятнее и потом все равно на него нападает вот он непонятно ведь телеговик то вон вам простые вещи все объясняет до косточек тут разобран я только тут повторяю это больше ничего тут моего нет я в этом ничего такого никакого вклада не внес так ну вот нечто чем нам теперь делать во первых радоваться что у нас есть нечто мы прошли такой большой путь от чего от чистого бытия до нечто ну я вас поздравляю с этим все вот уже вот какой путь проделал а теперь нам надо разбирать это нечто да ну вот нечто нечто это мы знаем определенное наличное бытие раз она определенное наличное бытие значит в нем есть становление правильно раз в нем есть становление то следовательно и нечто надо тоже брать как становление а если его взять как становление в нем два момента один момент это равенство нечто с собой а другой момент это не равенство нечто с собой вы знаете что-нибудь как говорится в природе очень людей или духе что не было бы одновременно и равенство и неравенство с собой как называть вот этого среда единство равенство и неравенство собой изменение и вот это вот нечто которое изменяется называется изменяющимся или является изменяющимся нечто уже мы можем сказать что вот нечто которое мы получили это изменяющиеся нечто а в каждом изменяющимися нечто есть два момента равенство с собой и неравенство с собой вот вы и равны с вам у себе да или нет так первый вопрос второй вопрос вам задают вы не равны самому себе ну со временем интересные люди вот я верю вы имели так Вы всегда, то есть бесполезные занятия наши, то есть сколько бы мы не занимались, это для меня тяжело просто даже принимать, я вот рассказывал, старался на лекции, а вы говорите, я все равно останусь каким был, таким я и остался, то есть ничего, это ваши занятия, никакие преобразования, никакие изменения в моем мозгу не приведут, я человек упорный, устойчивый, надежный, и это все отскакивает, все. Весь смысл обучения в том, чтобы быть неравным все время самому себе, правильно? Знать больше, я согласна? Вы настаиваете на своей позиции той, которую вы прогласили перед этим? Отсказываетесь, слава Богу, я думаю, будете настаивать. А вы тоже настаиваете на том, что вы только просто равны и все? А вы еще изменяетесь, слава Богу. Ну вообще, если человек повышает свои знания, более глубокие у него знания, он в этом смысле все время неравен самому себе, правда? Вот если вы учитесь, раз вы учитесь, вы равны самому себе? Как вы, вы равны, а как учитесь, вы неравны. А если вы только равны, то вы не учитесь молодой человек. Это вы напрасно тогда говорите, правильно? То есть, само это вот понятие, а вот мы берем, что определенное на личное бытие, определенное на личное бытие есть единство, равенство с собой и неравенство с собой. Как они называются, эти два момента? Это моменты. Вот тут появляются категории моменты. Что такое моменты? Это то, что неразделимо. Неотделимо одно от другого. Нельзя же так вот взять какую-то сторону вашу, вот с правой стороны у вас все равенство с собой, а с левой стороны левая рука – это неравенство с собой. Так нельзя. Или у вас эта часть вот головы, это равенство с собой, а здесь вот неравенство у меня с собой, тоже нельзя. То есть, это моменты, то есть, они неразделимы. Вы есть как целое, но как единство двух моментов, правильно? Сначала вы наставили на то, что вы находитесь в полном покое здесь, но когда человек в полном покое находится, он как называется? Нет, он покойник называется. Вы хотите как-то так упростить? Покойник он называется. Но покойник находится ли в полном покое? Нет, вы же знаете, что там другие процессы. Ничего не находится в полном покое. Нет ничего, нигде, чтобы находилось в полном покое. А то, что в покое находится. Мы сейчас все в покое. А что, он сидит, хорошо. Еще у нас осталось сколько минут? Еще две минуты. Поэтому мы в полном покое. Еще две минуты у нас до перерыва. Вот, поэтому надо запомнить моменты изменяющегося нечета. Это очень важно. Это применимо к чему? Ко всему. Ко всему. Вот это очень важно. То есть, что изучает философия? Всеобщее. То есть, то, что есть во всем. Нету ничего такого на свете, чтобы не было единством, равенство с собой и неравенство с собой. У меня иногда бывают разговоры. Меня подвозил один товарищ на работу. Говорит, а вы где работаете? Я говорю, в университете. А что придаете? А вот философия, диалектику. А что такое диалектика? Я говорю, вот вы едете. Вот вы проезжаете эту точку? Он говорит, да. То есть, вы в ней не находитесь? Нет. То есть, если вы не находитесь, то вы в ней не проезжаете. Нет, говорит, проезжаю. Нахожусь. То есть, вы находитесь в этой точке? Да. Значит, вы не проезжаете. Вы в ней находитесь? Он говорит, я не знаю, как сказать. Как вот это было? А нам за это деньги платят. За то, что мы знаем, как сказать. То есть, вы и находитесь, и не находитесь в этой точке. Только так можно изобразить движение. Правильно? Прохождение через эту точку. Или вот если вы занимаетесь, хотя вы настаивали на том, что только вы равны самому себе, но самое прочное равенство с собой – это равенство с собой, как свое постоянное неравенство. Я постоянно обучаюсь, если я равенство самому себе. Это же хорошо. Как растущий. А не так, что что бы мне тут не рассказывали, это все равно от меня отскакивает. Бесполезно. То есть, вот это два момента. Осталось у какого Гегеля? Обычно, скажем, в математике сначала формулируют теорему, а потом доказывают. А здесь, вы видите, прямо совершенно другой подход. Вот мы их получаем, 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 а потом называем. Как назвать момент равенства с собой? Это мы с вами не придумываем. Надо просто открыть, посмотреть, как у Гегеля называется момент равенства нечто с собой. Как он называется? В себе бытие. Правильно. В себе бытие. А как называется момент неравенства с собой? Вот вы его не хотели признавать, момент неравенства с собой, который у вас есть. Хотели скрыть от народа. Но народ все равно это раскопал. Как он называется он? В нем. А? В нем бытие. В бытие для иного. То есть, поэтому можно так сказать, что на личное бытие, вернее, изменяющееся нечто, есть единство в себе бытия и бытия для иного. И вот я, поскольку я такие занятия многократно проводил, в том числе студентам, для студентов, то вот однажды я иду после занятий и в метро Василиостровская. Девушка нарисована в цветастом платье, написано. Надо чаще меняться. Реклама. Ну, хорошо. Так я обратил на это внимание. Буквально на следующий день еду на занятия, выхожу, я с другой стороны приехал, через дворцовую шел, иду пешком. А на дворцовую прямо вот в конце этой площади, перед автобусной остановкой, стоит рекламный щит, написано. Меняйся, но оставайся с собой. Орифлейм. Вот думаю, вот дают. Орифлейм. Освоили диалектику Гейгеля. Меняйся, но оставайся с собой. Но если вы поменяетесь, и вас не будет, это ничего хорошего не будет. Надо же вы еще и остаться с собой, не так поменяться. А как некоторые начинают что-то делать, пластическая операция, потом и все. Так что вот. Меняйся, но оставайся с собой. Хороший совет. Причем это никто-нибудь, то есть уже в рекламу проникла диалектика. До некоторых еще не дошла, до них уже дошло. Меняйся, но оставайся с собой. Вот это очень здорово. Поговорят, это было очень давно, это то-то-то, ой, что-что было. Ну, людьми-то мы остаемся или нет? Вот мы сейчас сделаем перерыв, но мы слушателями-то, вы остаетесь, а я остаюсь преподавателем. Несмотря на то, что мы сейчас сделаем перерыв, я не буду преподавать, а вы не будете отвечать на мои вопросы и слушать меня даже не будете. Или даже если не захотите, и не будете, а захотите, и подложивайте. То есть это дело у нас вольница. Десять минут. Ну, понятно у нас, получается, вольница? Все понятно или что-то непонятно? Нет, в общем-то хорошо. Если можно потом повторить, как мы приводим к одному, реальность, отрицание, я непростую. Реальность. Она есть? Есть. Раз она есть, значит она что, в бытии? Да. Какое? Вы не забывайте. На личное у нас буквально. Ну, раз она на личное, все. Теперь берем, это вы что рассматривали? Реальность? Да. Теперь берем отрицание. Отрицание есть? Есть. Значит оно бытие? Бытие. Какое? На личное. Если два равны третьему, они равны между собой. Точно. Здесь проще. То, что они не равны, а мы не против. Нам надо доказать, что они равны. Вот скажем, в математике, если они равны, то уже точно они при этом не могут быть не равны. В формальной логике. А здесь нет. Здесь они и равны, и не равны. Оборот. Все живое, по крайней мере, все живое. Да и неживое тоже. Ну, вот представьте себе какие-нибудь скалы. Ну, все время идет выветривание. Нам даже в школе объясняли и на географии, что вот, пожалуйста, и биологии, что есть выветривание. Что вот идет разрушение. Там отсюда причудливые такие форумы приобретают, эти скалы. Что вы можете сказать? Вот этот дом, он давно ведь был построен, но это же место было таким местом, где он не стоял. Его же не было. А сейчас есть. То есть, это тоже вот то место, где мы находимся, оно прошло период возникновения. А сейчас у него какой период? Он прихождение, наверное, но его можно уже починить. Так вот, это вот если его, видите, приводят в порядок, то есть белят. И вот, между прочим, если вы возьмете это здание туда, то его буквально в прошлом году заново отремонтировали снаружи. И он до стола, там весьма красиво смотреться. Ну, все равно надо забавляться. Говорят, новые вещи, они по поводу, там за приваткой. Вы отчитываться, знаете, как надо отчитываться? Чтобы было видно красиво. Ну, кто-то отчитался, деньги получил. А что не разрушается? А что? Так вы про все можете сказать. Кремль разрушается? А? Кремль разрушается? Конечно. Ну, вот так. Напишите, что у вас? Кремль разрушается, а вы сидите, ничего не делаете. А Кремль разрушается. Пусть попробуют с вами поспорить. Невозможно поспорить. Так. А этот Смоль не разрушается? Конечно. Колыбель революции тоже разрушается. Что-то недопустимо. Сидят там только людей, и губернатор там, а он разрушается. Напишите ему. Вот я тут узнал недавно на занятии, что все разрушается. То есть, и Смоль не разрушается. Неужели вы допустите его разрушение? То есть, это с одной стороны простые вещи, а с другой стороны мы вот здесь разошлись с формальной логикой уже вот в этом, на этой дорожке полностью. Так что там есть либо оно равно, либо не равно. А здесь все, с чем мы имеем дело, все живое, все движущееся, все изменяющееся, и равно, и не равно одновременно. И вот это равенство с собой называется как? В себе бытие. Да, а неравенство с собой? В бытие. В бытие длино. В бытие длино, то есть быть иным. Вот это есть во всем. Это опять-таки всеобщая категория. Она применена к чему? К всему. И это очень важно усвоить. Мы, говорит, уже построили этот дом. А вы приготовились к ремонтной службе? Он же будет... Если вы знаете диалектику, значит, вы понимаете, что все, что построено, все разрушается. А как сделать так, чтобы не разрушалось? А не построить. Если не построите, то и не будет разрушаться. Это полная гарантия. Как дать полную гарантию того, что разрушаться не будет? Не строить. Дорого не построить, дорого с этим дать. Да. А вот такое, не знаю, насколько это важно, в самом начале, когда мы рассматриваем... Когда мы в самом начале рассматриваем возникновение и приходение, мы еще не догадались, что это как бы наличное бытие? А, ну и не было никаким наличным бытием? Ну, это не было. Наличное бытие – это же что такое? Это бытие с определенностью. Наличное бытие – результат снятия становления. А о каком результате вы говорите? Когда вы были младенцем, вы изучали на углу логики Гегеля? В Красный Университет записывались? Нет? Странно. Нет, а вот этот переход, вытие – ничто, он как бы идет бесконечно, можно так сказать, что это постоянно такое? Пока мы не вышли в следующую категорию. Да. Так движение исчезнания – это вечное движение. Движение исчезнания – вытие – ничто, ничто, быть. Это относится к чему? Ко всему и всегда. Вы хотели получить всеобщую истину? Сегодня вы ее получили. Ну, пусть не в полном объеме, но кое-то уже приятно получить что-то навсегда. Всегда верное. Правда? Да, в принципе, можно познать мир в голову, на голую землю. А? В голову, на голую землю можно познать весь мир, на самом деле. Да. Можно наблюдать, вот палка, камень, и бросил, кинул, в принципе, все это понятно. Можно вообще не бросать. Гляди, смотри на солнце. Видишь, как оно? И на том же месте стоит, и в то же время перемещается. Оно стоит, но не стоит. Ну, а вот можно развернуть, но мы с вами не развернули, а Гегель развернул. Поэтому он Гегель. То есть, одно дело, так сказать, отдельные моменты, а другое дело, это система знаний. Вот тут-то идёт, речь о чём? Что это система? Так, вот мы давайте с вами режим, что мы будем делать? У нас, согласно нашим установкам, Красный университет, второй час, или вернее, 50 минут, который, вот он выделяется для ответов на вопросы. Значит, мы с вами подошли к какой категории? К категории «нечто» и рассмотрели два момента «нечто», равенство с собой и неравенство с собой. И вот равенство с собой называется в себе бытие нечто, а неравенство с собой – это бытие для иного. То есть, вот такие вещи получили. Когда мы это получили, успокоились, но зря. Мы успокоились по той простой причине, что у нас же это определённое наличное бытие, а мы разобрались только с изменением самого бытия. Правильно? А определённость как же? Значит, надо и с определённостью тоже разобраться. То, что верно, они же неразрывные, они же… нет отдельного бытия наличного, нет отдельной определённости, есть лишь определённое наличное бытие. То, что верно для наличного бытия, верно и для его определённости. Значит, определённость тоже надо брать как? В себе бытие и как бытие для иного. И как называется вот это вот, в себе бытие, это само острово. Вот определённость теперь, именно определённость, взятая как в себе бытие, называется в нём бытие. Она, это определённость, это же отрицание в этом самом, на личном бытие, это в нём бытие. Простите, в определённости мы различаем в себе бытие и в нём бытие. А в нём бытие это, когда вы говорите в нём, то вы указываете на внешнее. В нём нельзя сказать, если вы не имеете в виду чего-то внешнего. Правильно? Иного. Поэтому и в определённость мы тоже берём, как равную самому себе и как переходящую в иное. И как переходящую в иное. И у Гегеля записано там так. То, что нечто есть в себе, есть и в нём. То есть то, что в себе, то есть простое равенство с собой, это проявляется и вовне. Вот что это означает. Раз сказали в нём, значит, вы указываете на то, что есть вовне. Значит, у нас есть определённость. Определённость, которая берётся лишь как в себе бытие, называется реальностью. То есть равная самому себе определённость, сохраняющейся реальностью. А определённость, взятая лишь как бытие для иного, есть что? Так, минуточку, я неправильно сказал. Значит, мы вот, то движение, которое мы рассмотрели для наличного бытия, и единства в себе бытия и бытия для иного, теперь будем переносить на определённость. Как раз мы её отдельно рассматриваем, то мы её называем качество отдельно. И говорим, качество, которое есть в себе, в простом нечто. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. Что значит в себе? То есть равно самому себе в изменении. И сущность она находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. То есть проявляется вовне. Есть определение. Определение. Вот это диалектическое определение. Определение. Качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. То есть не такое качество, которое есть, но у вас есть очень мощный ум, но он никогда себя не проявляет. Тогда вопрос, это а есть он у вас или нет. То есть Гегель многократно повторяет, раз что-то говорится в, то это значит и вовне. А раз это внутреннее, значит и внешнее. Вот какие точки являются внутренними? Такие, которые берёшь, так сказать, шарик такой маленький, чтобы там и воздух был, и кожа была. А если только кожа или только воздух, это не внутренний и не внешний. Вот это определение. А теперь определённость, которая есть лишь бытие для иного, называется характером. И вот здесь, к сожалению, во всех изданиях науки логики, после 1937 года и 1939 года, когда вышло собрание сочинений Гегеля, подготовленное Институтом философии Академии наук СССР, здесь там было написано, что это характер. А во всех последующих изданиях, и вплоть до того издания, которое под моей редакцией вышло, здесь снова поставлено это слово характер, а написано во всех других изданиях свойства. Свойства. А если вы откроете том второй, ничего не читая ещё, вернее, не том второй, а книгу вторую, учение о сущности, то вам вы увидите там про свойства, свойства трав. То есть там, категория свойств вот там появляется, а здесь характер. Ну и это соответствует и духу языка. Если у вас есть что-то внутреннее в себе, то есть если есть ваше определение, как оно вовне-то проявляется? Бывает человек хороший, а характер, ну, никуда не дает. Вот. Бывает. Ну, приходится терпеть характер из-за того, что человек хороший и так далее. То есть надо различать определение и характер. Потому что определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечем, то есть сохраняется. Если оно не сохраняется, то есть вы добрый, хороший, только один день в году. Если только один день в году, то нельзя сказать, что вы добрый человек. То есть если это качество, то должно это быть постоянно. Правильно? Присутствовать. Постоянно присутствовать – это не значит, что вы кому-то сдачи не дадите, если он нападет на другого доброго. Или на вас. Как говорят, добро должно быть с хулаками. И характер. А характер – это, так сказать, с одной стороны, это то, как ваша эта доброта по отношению к другим людям. Бывает, что она так проявляется. Человек хочет что-то сделать хорошее, а сделает нехорошее. Ему кажется, что он лучшее сделал, а для других это непригодно. И так далее. То есть не все люди ориентируются во взаимоотношениях так, чтобы сделать то, что другим покажется добром. А ему кажется, вот он добро сделал. Ну, как в сказке про медведя. Медведь, помните, очень любил мужика. На мужика села муха, мужик взял в улыжник, и в муху как лакс, и убил мужика. Ну, характер был у медведя такой уж. Решительный человек. Защищал насмерть. И насмерть защитил. Ну, вот смотрите, что мы еще узнали. Определение определения. И характера. Определение характера. А дальше, если мы дальше будем рассуждать, рассуждать очень просто будем. Что вы знаете про определение? Оно есть. Он молодец. Учитесь. Раз оно есть, значит, оно наличное бытие. Оно бытие. А какое? Наличное. Определенное. Значит, вот оно, определенное бытие. Значит, следовательно, определением есть наличное бытие. Есть определенное наличное бытие. Есть нечто. Так, а характер? Отрицание. И оно есть тоже на личное бытие. Так вот, определение и характер выступают как два на личное бытие. А что их соединяет? Этих два на личное бытие. Определение и характер. Определенность. Одна и та же определенность соединяет и разделяет два нечто. Представили себе картину? Одна и та же определенность соединяет и разделяет два нечто. А как называется вот эта определенность, которая соединяет и разделяет два неща? Граница. О, граница. Учитесь, вот. Опоздали? Все уже. Граница. То есть, граница — это одна... То есть, мы не так делаем, как в математике писали, так, запишите, граница — это, а здесь не так. То, что мы получили, та определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, и мы уже называем имя. Родилось и называем, родилось и называем. А не так, называем, а потом родилась. Сначала родилось, потом называем. И вот, значит, одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей. А тогда нечто взятое вместе с этой определенностью, со своей границей. Как называется? Он с Лирком много знал. Конечно. Конечно. Как? Конечно, я. Конечная, да? Значит, есть определенное наличное пиево вместе с границей. Да? Конечная. Правильно? Ну раз граница, вот ее конец. Вот граница. Все конец. Хорошо жить в России. Идешь, идешь, а границы все нет и нет. А плохо тем, кто не живет в России. Прошел недалеко, и уже граница России. И все, поэтому, как-то смотрит на эту границу, как бы ее куда-то задвинуть, передвинуть. То есть, а нечто взятое со своей имманентной границей, есть конечное. А раз есть конечное, давайте рассмотрим диалектику этого конечного. Раз оно конечное, оно в единстве с границей. Да. Оно же вместе с границей, а граница соединена с иным. Правильно? Нечто выходит за свою границу. Как назвать выход за свою границу? Вот когда вот здесь занимаетесь новой лойкой диалектикой, вы выходите за свою границу? Наверное. Если вы не выходите, то вы не занимаетесь, я вас предупреждаю. А если вы не выходите, как что-то значит «наверно». Так «наверно» или вы выходите за свою границу? А дальше угрозы начинаются. Если вы не выходите за свою границу, то вы ограниченный человек. Хотите так, как хотите. Вот сейчас у нас все записывается. Так выбирайте, как вы это все-таки. Выходите за свою границу? Ну, покажу. Ну, вот это, кстати, твердо, ясно. Есть еще люди, которые вдруг сомневаются в том, что они выходят? А чем мы занимаемся в процессе обучения? Постоянно выходим за свой предел? Нет, за свою границу. Торопитесь. А как назвать ту границу, через которую переходят? Как назвать ту границу? Предел. Предел. Вот обратите внимание, совершенно не такое, так сказать, в вульгарном понимании, понимание предела. Предел – это граница, которая переходит. Я, говорит, дошел до предела. Ну, тогда шагай дальше. Ну, в чем смысл действия рекордсменов? В чем? Рекордсмен – это кто такие? Это не просто, не чемпионы. Чемпионы – это вот мы с ним побежали сейчас, побежим после занятий, и он быстрее пробежит, чем я. И будет он чемпион в этих соревнованиях. Ну, рекордсменами мы точно не будем, потому что рекорд ставили не мы по, вот, по бегу на короткие ее станции, это кто-то другие ставили из других стран. Поэтому рекорд мировой. Но есть люди, которые этот мировой рекорд бьют. Вот Елена Ясенбаева поставила, по-моему, сколько, 28, что ли, мировых рекордов по прыжкам в высоту. И вот приходят ее коллеги на соревнования, в том числе и из других стран, и смотрят, как она вот прыгнет выше своей границы, которая была у нее до этого. Кто такой рекордсмен? Человек, который свою границу передвигает все время. Поэтому мы здесь решительно расходимся с этими уголовниками, которые говорят, что в тюрьме беспредел. Мы не знаем, что такое беспредел. Это слово не из русского языка, это какой-то жаргон. Мы знаем выход за свой предел. Если вы хотите чему-то научиться, в том числе научиться диалектике, то надо постоянно выходить за свой предел. А если вы не выходите за свой предел, то туда вы ограниченный человек. О чем я должен доложить? То есть только тот, кто не является ограниченным человеком, тот и выходит за свой предел. Или тот, кто выходит за свой предел, не является ограниченным человеком. Постоянно выходить за свой предел. Вот лозунг дня. Которое мы продолжаем. Ничего плохого тут я вот такого не сказал. Что вы все время поднимаетесь, развиваетесь, лучше и больше знаете. Это же хорошо. И вот этот момент выхода за свою границу называется как… Как? Вы все знаете, я уже понял. Говорите. Выход за свой предел. Долженствование. Молодец. Красота. Так даже кажется, что я специально вас подготовил и сюда посадил. Но это не так. Я не готов. Честно скажу. Долженствование. Выход за… А как вы еще понимаете должностование? Быть не тем, что ее есть, а лучше. Стать другим. Правильно? Вот этот момент. Выход за свой предел. Как? Ну это же, говорит, моя граница. Ну выходи за свою границу. Станешь больше знать, больше уметь, лучше делать. Правильно? Постоянный выход за свой предел. Это хороший лозунг у нас. Скажем, если бы мы в итоге нашей занятий сегодняшним пришли к твердому убеждению, намерению постоянно выходить за свой предел, это было бы немало. Правда? Это же хорошо. Вот вы какие-то колебания проявляли, но уже расстались с ними. И решили делать хорошо. Выходить за свой предел постоянно. А не оставаться равным самому себе. Потому что я ему объясняю, он равен самому себе. Я еще ему объясняю, он все равно равен самому себе. Я еще ему объясняю, все равно равен самому себе. Ну в том-то и дело, что в чем состоит развитие? В постоянном выходе за свой предел вот, а пределом что является? Граница. А тот, кто не выходит за свой предел, это ограниченный человек. Ограниченный человек. Ограниченный человек. И так вот, получается, здесь такая пара. Вот эта граница и есть предел. Граница, которая переходит, называется пределом. Если вы ее не переходите, она вам не предел, можете еще к ней идти, подходить. А если вы уже переходите, вот тогда, только когда вы ее переходите, она для вас предел. А там появляется новая граница и так далее. Но граница, которая переходит, называется пределом. Есть такие люди, которые говорят, я делаю только то, что умею. Этот человек не хочет развиваться. Потому что человек, который хочет развиваться, должен делать то, что он не умеет. А что надо повторять то, что мы уже умеем? Давайте сделаем то, что мы не умеем. Правильно? В чем смысл занятий в Красном университете? Чтобы люди, которые здесь позанимались, сделали то, чего они раньше не умели. И научились тому, что они раньше делать не могли в умственном плане. Значит, два момента. Предел, а момент выхода за предел, как называется? Вы уже говорили. Ну, вы смелее как-то. на самом деле. Ну, то вы так примерно представляете, если человек готовится на бой и говорит, я думаю, мы победим. Ну, если мы выходим за свой... Если мы выходим за свой предел, то неужели мы будем говорить так, что никто не... Нас скоро все услышат и узнают. Я правильно понял вас? Вот, мы с ним выходим за свой предел. Я думаю, с вами тоже. А то сидят, шепчутся здесь. Надо гордиться тем, что мы изучаем диалектику. Правда? Вы что, плохое, что ли, делаете что-нибудь? Вы что, украли, что ли, свитер свой? Нет. Вы в нем все хорошее сказали. Вы можете теперь повешать и сказать, вот я в нем занимался в курортном манерзитете. И понял, что надо постоянно выходить за свой предел. Вот так. Значит, пара. Предел и должностование. Должен выходить. Должен выходить. То есть, что такое должностование? Объясните мне. Кто объяснит? Вы объясните, пожалуйста. Должностование – это что? А? Денег свои я все равно не отдам. Если вы начнете намекать на деньги, это бесполезно. Должность. А? Должность. Нет. Должностование – это быть тем, что не есть. Ну, вот должны вы, должны закончить Красный университет. Вы закончили Красный университет? Ну, только что вы? Что сомневаетесь? Вот вы должны закончить, а вы думаете, не должны? Что смотрите? Вы должны закончить Красный. Вот это должен стоять. А вы сейчас закончили? Нет. Значит, нам надо сделать то, что вы не есть. Быть таким, каким вы сейчас не есть. А будете таким, какой сейчас есть – это хорошо. Ничего плохого в этом нет. Но вы тогда не закончите Красный университет. То есть, останетесь только на этом. Ограниченным человеком. Да. Вот ограниченным вот этими знаниями. Ну, я так много сегодня приобрел, мне хватит. Больше я заниматься не буду. Это вот. И этим я ограничусь. То есть, выход за свой предел – это долженствование. Поэтому вот есть долженствование – выход за свой предел. И развитие состоит, конечно, в реализации этого момента – долженствование. И преодоление своего предела. И предел передвигается все время. А вы снова готовите, а все равно новый предел появляется. Ну, и так далее, и так далее. И в развитии общества то же самое. Нет пределов развития. С одной стороны, всегда есть пределы, но все эти пределы через должностование преодолеваются. Так. Предел земностования. И вот мы вышли за предел. И куда попали? Ну, рядом-то какое стоит? Еще одно конечное. Правильно? Потому что у нас было два конечных. Одно конечное называлось определение, а другое называлось характер. Два конечных. Когда мы вышли за предел, мы вышли к другому конечному. И что? Далеко ушли? Мы думали, что мы с вами бесконечно куда-то поднялись. А оказались мы в другом конечном. Что будем делать? Какие предложения? Что ничего не делать? То хорошее предложение тоже. Хорошее. Но это для перерыва. А сейчас у нас занятие. Так что будем выходить снова за границу этого конечного. И попадем в третье конечное. И дальше мы не остановимся и так будем. И как это назвать? Все. Гегель показал эту картину. Как это называется? Дурная бесконечность. Дурная бесконечность. Дурная – это не ругательство здесь. А просто она дурная. Потому что вроде как бесконечность, но вы все время переходите в конечное. То есть вы из этого бесконечно остаетесь в конечном. Как раз в другом. Но вы из конечного не выходите. Дурная бесконечность. То есть много-много-много конечных – это не бесконечный. А что тогда считать? Вот понимание этого, что такое дурная бесконечность, как только мы понимаем, что она дурная, то мы её уже в этом слове отрицаем. Правильно? Если мы говорим, что это такое понимание дурное, бесконечность такая дурная, значит, ищем другую. Какую? Чтобы было конечное и бесконечное. А как тогда должно выглядеть? Как тогда можно мыслить бесконечное? Бесконечное, моментом которого не просто цепь конечных, а бесконечное, моментом которого является конечное. Вот вы себя чувствуете таким конечным, как момент бесконечного, или нет? А что у вас бесконечное? Ну, кто у нас? Кто? Кто? Что скажет? Вы себя чувствуете моментом бесконечным? Конечно, каждый день. А? Да. А что у вас бесконечное? Часть общества. А? Часть общества. Только часть? Момент. Вы только часть общества? Момент. Момент. А общество тоже? Бесконечное. По сути, свои бесконечные. Так общество бесконечное. А я его момент. Вот это да. Вы не его момент. а вы тогда. И момент бесконечного. Да, момент истинно бесконечного. Истинно бесконечного. Потому что общество по своей природе бесконечно и вечно. И человек может уйти в вечность, несмотря на конечность своей жизни. Может. В чем? В делах своих. Все, что вы сделали для общества, то и останется. Насколько? Ну, всегда. А кто такие вот гении? Гении – это люди, которые продвинули человечество вперед. Допустим, произведения Чайковского когда больше исполнялись? При его жизни или после его смерти? Очевидно, что после его смерти. Он любимый композитор всего человечества. Или Чайковский тоже. Или Бетховен. Так что в своих деяниях и делах, если она направлена на развитие человечества, на развитие общества, человек бесконечен. А как биологическое существо? Ну, бесконечен. То есть каждый может себя в этом смысле увековечить в истории чем? Своими делами. А вы зачем сюда пришли, в Красный университет? За этим жить? Я правильно понял? Вот так? Ну, так, чтобы увековечить, но даже что-то хорошее сделать. Для этого разобраться, что хорошее, что плохое, как действовать, куда идти, чему помогать, чему мешать. Правда? Так что это вполне реально реальная вещь. Вот. Значит, и картина у нас перевернулась. Теперь у нас объектом рассмотрения должно быть уже не конечное какое-то, не нечто, а бесконечное, моментом которого является конечность. Тогда вот эта конечность — это отрицание бесконечного. А раз она его отрицание, то она его определенность. Вот каждый конечный человек, каждый человек — есть определенность человечества. Правильно? Вы в человечество входите? Я лично вхожу. Не знаю, как вы пойдете с нами? Хорошо. А вы не пойдете в человечество? Пойдете с нами? Ну, мы как там. Ну, я говорю, он давно уже сам. Он нас давно, говорит, я вас встал. Он свидал, когда вы соберетесь еще только. Вот, пожалуйста, что мы получили. То есть, а как еще представлять человечество? Представлять, вот, могучее человечество, общество. Ну, оно уже составлено из, вот это бесконечное и вечное человечество составлено из конечных людей. Но в делах своих человек, может быть, бесконечное. Как можно, как пример такой вот, ну, вот о чем мы сейчас говорим, да? Общество и человек. А? Ну, общество и человек, как конечное и бесконечное. Вот, как пример такой я хотел принести. Есть, короче, музей. Нет. Литмо. Нет, он не конечный здесь. Он просто как момент конечного. Ну, как момент, да. А для человек тут не конечный. Как член общества, он бесконечный. Да. Сам, любой человек, как член общества, он бесконечный. Он без общества, собственно говоря, и не становится человеком. Чтобы человек родился, то есть стал человеком, он должен Он должен родиться в человеческом обществе, его воспитать должно человеческое общество. Без этого он вообще не будет человеком, как показывают исторические примеры Маугли. Я как пример просто хотел привести. Литмо, музей там есть в Новосибирском острове, оптики, механики. И там есть голограмма, там есть стоят голограммы. Вот как раз такой хороший пример общества и человека. То есть если голограмму разбить, то в каждой оскобке будет так же, как бы изображение всей голограммы. Но при этом в каждой оскобке будет уникальное изображение, оно будет мутненькое, то есть ну не целое. Но если все оскобки мы обратно сложим, то мы снова получим полголограммы. То есть полный объем знаний общества, как бы, в каждом человеке частичка один. Ну а как вот человек себя проявляет в знаниях общества или в делах? В преобразовании общества? Ну и в преобразовании. Прежде всего в преобразовании, потому что преобразуя, так сказать, природу и общество, человек преобразовывает и самого себя, и общество, и самому себе. Вот примерно такая у нас картина. То есть мы с вами сегодня за краткий исторический период, чуть-чуть больше часа прошли от чистого ничто до бесконечно Бога. По-моему, это очень даже немало. Поэтому я готов вот ответить на ваши вопросы. Значит, что за этим следует? Дальше вы изучаете переход. Это вот бесконечное, оно уже границ не имеет, и оно вот такое взятое, как безграничное есть одно. А раз у него нет границ, то оно от многого неотделимо. Одно и многое, никакими границами не отличаются друг от друга. Отсюда и получается это количество, которое потом растягивается в длинную количественную ось, и можно рассматривать его и с точки зрения, так сказать, движения вовне, и с точки зрения того, что какой бы вы отрезок ни взяли, он содержит в себе бесконечное число точек. То есть и внутри он бесконечен, и так бесконечен, направо и налево, и внутрь бесконечен тоже. Вот, это бесконечное получается. И так получается, что мы, собственно, от проблем качества перешли к чему? Раз одно и многое они друг от друга не отличаются, одно переходит во многое, а многое в одно, то вот таким образом складывается или появляется категория количества, как единство одного и многого. И можно это рассматривать, так сказать, в экстенсивном плане, что куда-то дальше и больше, и больше, и больше этих одно. Или наоборот, если вы возьмете отрезок любой, от нуля до единицы, то в нем тоже бесконечно многому. Как бы вы его не делили, можете еще делить, и еще делите, и будете делить бесконечно. И тогда вот у нас получается экстенсивная и интенсивная величина. Ну и там Гегель много пишет на тему о том, как современная ему математика с этими единицами и с этими категориями оперировала. И показывает, что у тех, кто разработал тогда дифференциальное исчисление, как он отмечает, что это выдающаяся такая заслуга, большая. Но вот такого оформления математического, строгого, доказательного, вот этого там не было. Потому что скажут, что такое бесконечно малое? Вот тот, кто знает современное понимание бесконечно малое, это что такое? Это последовательность бесконечная. Х1 и так далее, Хn, такая последовательность, которая стремится к нулю. А что значит стремиться к нулю? Который предел равен нулю. Что такое бесконечно малое? Бесконечно малое, это значит, начиная с некоторого номера, с какого-то номера n, все n больше n большого меньше этого епсилона. Вы уменьшить можете это епсилон, но еще продвинется это движение по этой оси и так далее. То есть на сегодняшний день вот эти определения, которые раньше были не строгими, они стали строгими вполне, хотя для некоторых они там слажены. Есть понятие предела, который тогда не было еще, а были стремиться, были стрелочки ставили. А сейчас пределом числа последовательности Хn. Число А называется пределом последовательности Хn. Если для любого, сколько угодно малого числа епсилон, найдется такое n большое, что для всех n больше n большого. Хn минус А по абсолютной величине меньше епсилон. То, кто этим специально занимался, кажется ему очень сложно и, по крайней мере, сложнее, чем наука лучше. На самом деле ничего тут такого заумного нет, все дело привычки и дело занятий. Вот Степан Степанович, он матмех закончил, я тоже матмех закончил. Нас, так сказать, тут не только учили, но и тренировали, чтобы у нас от зубов отскакивало. Поэтому я могу это повторить, если даже ночью разбудят. Хотя я математику не преподаю в данный момент. Так, ну вот, собственно, в чем ваша задача? Перейти к количеству, изучить это самое количество. Что поймете, то и поймете. Ну, а что не поймете, ну, как говорится, это дело, как говорил Ленин, надо штудировать науку логики. А штудировать это что значит? Возвращаться, повторять, обдумывать. То есть это бывает, что с наскоку не берется. А потом, после того, как вы будете оперироваться таким понятием, как одно и много, интенсивно определенное количество и экстенсивно определенное количество, вы тогда придете к тому, что чисто количественное изменение иногда приводит вдруг, приводит и к качественному изменению. Это значит, это называют так, переход в количество, к изменению в качественное или переход в другое качество. Как это вот обрисовывать на примере нагревания какой-нибудь, какой-нибудь твердого тела. Ну, вот вода в твердом состоянии. Если ее нагреть, будет жидкость. Будет там и точка перехода, и будет другое состояние. Если жидкость нагреть, будет пар. Если пар нагреть, что будет? Следующее состояние. Плазма. Ну, вот несколько таких. И что получилось у нас? Вот меняется количество и меняется и качество того, что меняется. Снова меняется количество. То есть, сначала в каких-то пределах количество изменения не затрагивает качество. По крайней мере, не проявляет себя как изменение качества. А за известными пределами приходит, получается, качественное изменение. Это очень важно. Например, само понимание движения общественно-экономических формаций. Именно это и берет на вооружение, когда говорит, что в развитии общества с развитием производительных сил создается то один способ производства, и соответствующий ему настройку. Это следующее. И всего таких способов производства, если совсем кратко, всего их три. Первобытный коммунизм. То есть, когда производство в интересах общества ведется, в интересах общины. Или это частно-собственнические информации. Их три. А их можно считать одной. Когда производство ведется в интересах отдельной части общества, а другая часть общества эксплуатируется. И отрицание отрицания, то есть возвращение к коммунизму, но уже к такому, который навсегда, поскольку уже прошло второе отрицание. Такой коммунизм и называется полным коммунизмом. Поэтому полному коммунизму предшествует этап переходного периода становления, как после революции. И в самом коммунизме еще выделяются две фазы. Неразвитый, неполный, незрелый, неспелый коммунизм, с родильными пятнами капитализма и совсем полный коммунизм. А это две фазы коммунизма. И переходный период от капитализма к коммунизму, который начинается с социалистической революции. Это, так сказать, вполне разработано. И это неопровержимо, и никто это опровергнуть не может. И деваться от этого некуда, ну просто можно отворачиваться. И делать вид, что мы этого не слышали, не знаем, не понимаем. Что касается грамотности в этом деле, надо сказать, что в рабочей партии России было принято решение, что нельзя принимать в партию людей, если они не берут обязательства отзаниматься в Красном университете. Потому что знания в отношении общественных явлений, понимание общества на таком низком уровне находится сейчас, что эти люди не могут быть представителями передового класса нашей эпохи, если они каких-то вещей не знают. Поэтому вот такая систематическая... Это означает, что в партию не берут, если человек не берет обязательства обучиться в Красном университете. Но это вовсе не означает, что... А в Красном университете наоборот берут все, кто хочет. Пожалуйста, занимайтесь, потому что нет ничего плохого в том, что человек занимается, готовится, разбирается. А это уже второй вопрос, каким образом это он будет принимать. Может, для критики будет принимать, для споров, для чего угодно. Или для того, чтобы получить хорошее настроение и в чем-то разобрался. Чтобы не чувствовать себя, так сказать, с человеком, который не понимает, где он находится, что происходит. И ориентироваться в современном обществе. Ну а дальше, значит, потом получается, что вас потом заинтересовывает вопрос, а что такое вот общее-то вот в этих... На этих этапах, когда скачки идут, узловая линия отношений, то одно качество изменяется количество, потом другое качество изменяется количество. И получается узловая линия отношений и мер. Ну вот пример переход от формации к другой формации. Или переход, связанный с нагреванием какой-то рыбок стены и какого-то тела. И есть что-то единое такое, общее, что есть, которое проходит через все эти изменения, через все эти скачки под этими скачками, глубинные. Не находящиеся на поверхности, не на лицо. Вот это то, что не на лицо, то, что не на поверхности, то, что есть отрицание бытия, как только поверхностного понимания бытия. И есть сущность. И на этом происходит переход в категории сущности. Гораздо более непонятный, чем тот материал, который мы с вами сегодня разобрали. Потому что сущность — это категория положительная или отрицательная? Отрицательная. Отрицательная. Это отрицание бытия, снятые бытия. Снятые бытия есть сущность. И как только вы что-то в этой сущности увидите, которое бытие, значит, надо это взять с отрицанием. Все время надо не забывать об этом. Поэтому важнейшая категория непонятная — это рефлексия. А что такое рефлексия? Рефлексия — это отражение. А раз отражение, значит, я вот про вас ничего не буду говорить. Видели, да? А что значит «ничего не буду»? То есть вместо того, чтобы про вас говорить, сказать «я ничего не буду говорить» — это вот отрицательная форма указывания на вас. И про вас ничего не буду говорить. Когда я не буду, я как раз про вас и говорю. То есть форма рефлективная. Вот вы сегодня выглядели вроде бы прилично. То есть сегодня прилично, а вчера, а вроде бы. То есть и тут всякие такие… Если человек этим владеет, то он на самом деле достаточно искусственно может вести там и дискуссию любую. Если он понимает, что такое рефлексия — это отражение. Вот вы как хотите, чтобы вас… Я сказал, вот вы умный человек. Хорошо, да? А могу сказать, не дурак. Выбирайте. Мне надо привести. Это надо искать субъекта, показывать. Я не такой. Правильно? Это рефлексивная форма. Но вот все учения сущности там вся рефлексивная. Как только вы там получаете какое-нибудь бытие, так вы должны взять его с отрицанием. Поэтому это сложно. Нам это непривычно. Мы ни в каких других науках, ни в каких других дисциплинах с этим не сталкивались. Еще в учении о бытии мы тут еще близки к тому, что бывает в других предметах. А вот в учении о сущности уже ничего такого не найдете. Ну и потом, когда сущность, так сказать, вдруг появляется в этой учении о сущности, восстановленной через сущность бытие, то мы тогда приходим в категории... Не догадайтесь, в какую категорию мы приходим. В категории существования. Существование – это восстановленная через сущность бытие. Вы восстановленное молоко любите? Потому что оно не через сущность оно восстановлено, а воды просто налили. Восстановленная через сущность бытие – это когда, скажем, завели на других коров, и у них другое стало молоко. Вот это восстановленное через сущность бытие. То есть еще развитие какое-то есть, а тут ничего нет. Вот там появляются перспективы, какие у нас учения о сущности. Это, во-первых, рефлексия, во-вторых, это творчество, различие, противоположность, противоречие. Потом войдет закон и явление, потом действительное, потом субстанция и переход к понятию. А понятие – это еще одна лекция, которая у нас будет. Так что у нас впереди я уже, забегая вперед, сказал, что у нас будет лекция по категориям сущностей, которые я буду читать, и лекция по категориям понятия. Ну, на этом сегодня все. Если еще есть какой-то вопрос, то у нас есть три минуты. – Я не совсем понял про бесконечность человечества. Ну, планета же конечна, и все люди… То есть это как правильно подойти к этому вопросу? – Что значит планета конечна? – Ну, количество людей все равно… У вас такой кругозор только на одну планету. Вселенная конечна или бесконечна? – Вселенная. – Ну, все. Мир конечен или бесконечен? – Бесконечен. – Вы к миру принадлежите? – Да. – Вы в момент этого бесконечного мира? – Но без него я бы не был. – А без вас он не… Вы же в нем есть, он уже без вас не может быть. – Ага. – Даже эти самые молекулы и атомы, которые у вас есть, куда им деваться-то? – А вот так. – Куда им деваться-то? – Они… – Вы в этом мире… – Вы его момент. – Нельзя себя выделять и говорить, и вот я, а вот мир. – Сейчас вот я смотрю, у меня внучка, все время там ее заставляют в заданиях выполнять окружающий мир. – Странная такая ситуация. – Весь мир, который меня окружает. – А я что, в мир не вхожу? – Почему не я в мире? – Нет, я в окружающем мире. – Вот, я сейчас попал в окружение. – Вот, все вы меня окружили. – А я один, и у меня ничего нет. – То есть, даже на уровне преподавания сейчас. – Ну, почему не я в мире, а я тоже ведь мир. – Вот вы даже тоже хотели себя из этого мира исключить. – Есть мир, есть я. – Нету мира без вас. – И мир от этого избавиться не может, потому что вот здесь факт вашего наличия. – Этот факт ничем из истории уже никак не выбрать. – Хоть будете вы исторической личностью, не будете исторической личностью, но факт того, что вы в мире были, его никуда не денешь. – Если бы летопись на каждого писать, все равно все в это. – Ну и не в летопись, так в лету точно попадут. – Да. – Канус. – Канус. – Канус. – Так что, конечно, когда вы говорите о таких вещах, как бесконечно, брать какую-то планету – это совершенно не тот масштаб. – Не тот. – Надо брать. – Материю надо брать. – Вы к материи-то имейте отношение? – Непосредственно. – А? – Но я и есть материя. – Я – материя. – Который пытается себя познать. – Скромный вы человек. – Я бы на вашем месте сказал, да я не просто материя. – Я отношусь к высшей общественной форме материи. – Я такое животное, которое является общественным, трудящимся, говорящим и разумным. – Ну, если вдруг на вас кто-то начинает наезжать, а вы, так сказать, сразу подали, сразу вам ответят. – Я – материя. – Подумали, что ботинки мои тоже материя. – Ну, я ничего плохого вам не говорю. – Как-то надо все это приподнять. – Вы смотрите, берегите себя. – Вы поняли, что вы момент в самой Вселенной? – Хорошо покушайте, придете, отдохните и занимайтесь. – Все на этом. – На этой теме мы счастливы и закончим. – Значит, товарищи, у нас некоторые изменения в расписании были, я сказал, поэтому следите за этим. Это связано с той обстановкой, которая сейчас есть. Мы продолжаем занятия, но нам приходится учитывать ситуацию. – Спасибо за внимание. – Всего доброго. – Спасибо. – Спасибо. Продолжение следует...